Автомобиль сгорел на дороге в Южно-Сахалинске. Это произошло вечером 8 ноября в районе перекрестка улиц 1 Октябрьская и Фархудинова. По словам очевидцев, пламя пытались потушить своими силами, но ничего не получилось. В 19.05 сигнал ОЧП поступил диспетчеру. Шесть минут ушло у спасателей на сборы и дорогу, и ещё девять – на ликвидацию стихии. В тушении участвовали 9 человек и одна единица техники МЧС области. Погибших и пострадавших нет. Теперь причины возгорания устанавливают сотрудники Госпошнадзора. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. МЧС России. Житель островного региона перевёл полмиллиона рублей мошеннику. 8 ноября в полицию Южно-Сахалинска обратился 64-летний местный житель. Ещё 7 ноября потерпевшему в мессенджере позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником полиции. Он сообщил, что на имя сахалинца злоумышленники хотят оформить кредит. Чтобы перекрыть заявку, необходимо пойти в банк, самому взять займ, а полученные деньги перевести на счёт, который продиктуют. Напуганный житель островного региона сделал всё, как велели. Он отправил незнакомцу 500 тысяч рублей, полученных в кредит. Только после этого потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение звонившего афериста. Сахалинская пенсионерка не дала себя обмануть. 70-летней женщине на стационарный телефон позвонила девушка и назвалась дочерью. Якобы она сбила человека и теперь находится в больнице. Необходимо, чтобы мама срочно дала 900 тысяч рублей на лечение пострадавшего. Сахалинка выслушала историю и не поддалась панике. Положила трубку и позвонила своей дочери на личный телефон. Та сообщила, что всё хорошо и никакого ДТП не было. Несостоявшаяся жертва написала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. А вот вам несколько советов, как легко распознать телефонных мошенников. Для начала не стоит подвергаться панике, потому что это именно то, чего они ждут. Положите трубку. Найдите номер вашего родственника в своем телефоне и позвоните ему сами. Если телефон выключен или недоступен, попытайтесь связаться с другими членами семьи или друзьями, у которых может быть актуальная информация о нем. Узнайте название больницы, позвоните в приемное отделение и уточните, есть ли там такой пациент. Всегда имейте рядом телефон вашего участкового и звоните в любой подозрительной ситуации. Южно-Сахалинка лишилась украшений на 115 тысяч рублей. 40-летняя женщина обратилась в полицию. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к делу причастен приятель ребенка, потерпевшей. По версии правоохранителей, 19-летний подозреваемый пришел в гости. Пока никто не видел, юноша прошел в комнату, взял из шкафа шкатулку и похитил ее содержимое. Впоследствии молодой человек сдал золото в ломбард, а вырученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант находится под действием подписки о невыезде. Сахалинца с Мефом задержали в областном центре. Сотрудникам УКОН поступила информация, что 32-летний мужчина – потребитель запрещенных веществ и может хранить при себе дозу. Оперативники задержали подозреваемого. При личном досмотре у него обнаружили сверток с порошком. Находку отправили на экспертизу. Исследование показало, что изъятое вещество – это 50,5 граммов смеси с мефедроном в составе. В отношении южно-сахалинца возбуждено уголовное дело о хранении без цели сбыта наркотика в крупном размере. Ведется следствие. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Сахалинец предстанет перед судом за уничтожение данных компании работодателя. Расследование этого уголовного дела завершено. Его подробностями поделились в пресс-службе областного управления МВД. 24-летний южно-сахалинец работал в организации по разработке программного обеспечения. В марте этого года мужчина из дома зашел в личный кабинет и узнал, что его уволили, а учетную запись удалили. Тогда специалист использовал второй аккаунт с правами администратора, который создавал втайне от руководства. С его помощью злоумышленник удалил сервер корпоративной почты и учетки действующих сотрудников. Фактически он уничтожил электронные договоры, ячейки, виртуальные подписи и печати фирмы, лицензионные ключи и личные кабинеты клиентов. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание, которое грозит горе-хакеру, это до двух лет лишения свободы. Наказание ему теперь определит судья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова